Настоящий материал, информация, произведен, распространен иностранным агентам, пьяных Глебом Валентиновичем, либо касается деятельности иностранного агента, пьяных Глеба Валентиновича. Перед вами карта цунами. Цунами – это трехметровая волна, которая после землетрясения приходит с моря и накрывает чудесный город. На карте это обозначено красным. Вот красная зона. Если вы оказались во время цунами в красной зоне, вам нужно бежать хотя бы в желтую. Вот перед нами красная зона. Бежать надо куда-то туда. В этом ролике про землетрясение в Турции я расскажу не только о цунами, а еще и как предсказал это землетрясение за три дня до рокового 6 февраля один голландский ученый. Какая методика предсказания? Как это он вычисляет? И где будет следующее землетрясение? А также покажу строителя, который строит вот такие дома прямо сейчас. И по моей просьбе он вызвал контролера. Человека, который проверяет качество строительства на каждом этапе. Вот качество бетона всего на свете. Ну чтобы мы, русские, которые теперь всего боимся, смогли оценить. Так как строят? Жить можно или нельзя? Или надо бежать из этого чудесного города? Даже вот у моря. Прям чайку даже не попьем. Это пункт сбора помощи пострадавшим от землетрясения. Помощь собирают в Стамбуле. Вот так люди разгружают. Быстро-быстро подъехала машина, открыли багажник. И народ оттуда выгружает все, что привезли. Волонтеры все это заносят вот туда, в это здание. Потому что хвост-пробка стоит желающих помочь тем, кто пострадал в глубине континента. Хоть-хоть-хоть-хоть-хоть! Хочем-хочем! А теперь цунами. После землетрясения. Трехметровая волна, которая приходит с моря. И вот в Стамбуле, в районе Бьюк-Чик-Меджи, в чудесной красивой бухте, висит карта, где красным обозначена зона. В случае цунами вы должны отсюда бежать в желтую зону. Вот здесь красная. И бежать надо куда-то вон туда, чтобы тебя не накрыло волной. Вы спросите, почему именно три метра? Дело в том, что в 99-м году, недалеко от Стамбула, было мощное землетрясение. И вот тогда на море было цунами. Ровно три метра. И вот после тех событий нарисовали эти карты и развесили вот по всему этому побережью. Вот здесь два километра залив, висят карты. Кто сказал, что после следующего землетрясения цунами будет три метра? А может пять? Или вообще не будет? Действительно, цунами бывает не после каждого землетрясения. Предупреждение о цунами идет после любого землетрясения, а его нет. Кстати, в этом году не было здесь никакого предупреждения о цунами. Ну понятно, мы находимся в 800 километрах от эпицентра. Вы скажете, ну вот, цунами то ли будет, то ли не будет. Ничего предсказать нельзя. А значит и землетрясение предсказать нельзя. Однако один голландский ученый предсказал Фрэнк Хугербитц 3 февраля у себя в Твиттере. Он опубликовал карту и указал точный эпицентр землетрясения, которое случилось вот сейчас, 6 февраля. Причем он написал, что будет силой 7,5 баллов. То есть и здесь угадал, каким образом удалось ему это сделать. Этот ученый работает в Голландии, и он создал собственную группу предсказания по звездам. Все умные люди скажут, что за бред. Звезды наверху, а землетрясение прямо внизу. Дело в том, что Хубертис раз в три дня выпускает ролик на Ютубе, в котором рассказывает, как сейчас выстроились звезды, есть ли угроза. За несколько дней до землетрясения Хубертис на своем Ютуб канале рассказывает, что сейчас планета Земля оказалась в центре трех вот таких лучей, трех напряжений, выстроившихся в ряд небесных тел. И это очень опасно. И вот я вам скриншоты прямо показываю с его канала, где вы видите. И там же в этом ролике Хубертис рассказывает, что аж 6 февраля будет, помимо трех напряжений вот этих небесных тел, еще и Луна нажимает. Ну точно будет где-то землетрясение. То есть этот риск максимальный был 6 февраля. Ну я понимаю, что бедные люди, даже если вот они будут смотреть Хубертиса, а при этом они живут где-нибудь там в глубине Турции, в каком-нибудь вот таком вот стареньком доме, вот такие дома в основном рушатся в первую очередь. Ну что они сделают? Что они эту ночь не будут ночевать дома? Я не знаю, что с этим делать. Но по крайней мере вот для нашей аудитории, для русских, которые такие подвижные, меняют страны, меняют дома, меняют континенты, ну для нас это информация. Если мы будем и дальше жить в Стамбуле, ну надо наверное заглядывать на ролики Хубертиса и в его твиттер. Он сейчас очень популярный, у него там теперь миллионы подписчиков и все на свете, да. В 1999 году было мощное землетрясение, когда пострадал Истамбул тоже. Эпицентр был в 80 километрах на восток от Стамбула, вон туда. 17 тысяч человек погибло в том землетрясении. И один из районов, который очень сильно пострадал, Абжелар называется, там очень много вот таких вот четырехэтажных домов, построенных 30-40 лет назад. И вот вы посмотрите, в каком они состоянии, вот они. Это все близко от моря, поэтому как бы это прекрасные места, здесь душевно, и снега почти нет. Но посмотрите, в каком состоянии этот бетон и арматура. Я вообще не пойму, в чем здесь причина, почему вот такие вот дыры, почему все это отваливается. Но вроде бы арматура там целая. А местные жители мне рассказали, что после того землетрясения были даже выявлены случаи, что в цемент добавляли морской песок, вы представляете? И он иногда прям выедал арматуру. Спустя там 20 лет арматура просто исчезала изнутри такого бетона. Ну здесь вроде бы бетон стоит. Но если будет очередное землетрясение, то вы сами понимаете, вот эти домики, ох, не дай бог оказаться в этих домиках в момент землетрясения. А новостройки? Ну новостройки сейчас строят уже по-другому. Вот здесь стоял старый дом. По программе реновации мы договариваемся с жильцами, разрушаем эти дома. И уже по новой системе, по новым стандартам строится здесь надежное жилье с забиванием свай бетонных, с глубокой фундаментной частью. И поэтому уже вот здесь практически нету старых домов. Так, друзья, ознакомьтесь, Замир, хозяин риэлторского агентства Реалист. 10 лет риэлторствовал, а теперь стал девелопером, да? Да. То есть сам уже строит, ну не этот дом, но такой же, я правильно понимаю? Это называется Кенсель Дунушум, я много раз рассказывал, да. И вот смотрю, что здесь было, видимо, 4 этажа. То есть здесь, я подозреваю, было ну минимум там 15 квартир, да? И с ними было нужно договориться. Тот дом, который ты строишь, у тебя тоже так же Кенсель Дунушум был? Точно так же, да. Обалдеть, и ты договорялся с 15 вот там и бабушки, и бог знает кто. Как правило, там есть один какой-то активист, который со всеми договаривается и приходит садиться с нами за стол. Ага. И мы уже с ними договорились. Ага. Потому что в России, чтобы 15 человек в старом доме договорились между собой, ну это вообще нереально просто. Вот еще знаешь какой момент, смотри, люди боятся землетрясения, государство выделяет деньги на помощь и строителям, и гражданам, чтобы они снимали жилье. Поэтому здесь как бы проще, все понимают необходимость этого процесса. Ага. Вот здесь то же самое, как бы, да. Ну я смотрю, здесь и ничего не сносили, такое ощущение, что это какой-то пустырь был. Здесь дом, домастись, не снесли, видишь, вот там вот смотри, видишь. То есть ты думаешь здесь был дом, да? Да, да, здесь был. Просто как-то так чистенько, аккуратненько снесли. Почистили, да. И очень давно, и ну что, они оштукатурили что ли эту стену, но я не могу понять. Нет, нет, нет. И эту что ли оштукатурили? Нет, нет, вот эту. Вот так же не... Вот видишь, край, смотри. Ну уж больно как-то старательно, но неужели так бывает, нафиг надо. Ну снесли, снесли, все равно потом застраивать. Нет, нет, галерея не разрешает оставлять мусор здесь. Обалдеть. Поэтому вот как-то бетонные даже части какие-то валяются все равно, посмотри. Так вот по-хорошему бы здесь теперь детскую площадочку бы сделать, а? Скажи, и не застраивать. Есть, кстати, здесь, если вот будете гулять, здесь есть. Не, я вижу, вон там новостроечки, понимаешь? Но по-моему там не Кенсельду, ну что, по-моему... Это государственные строительные компании, либо Кепташ, либо Токи строила. Они строили вот так вот. Но Токи это вообще государственное агентство, я так понимаю, что это не строительные компании, это просто государственное учреждение, которое распределяет подряды, землю расчищает, правильно? Он саму не строит? Нет, они сами тоже. Тоже? А, вот как. Поим, поим. Это то, что ты говоришь, это МЛАКОНУТ. Ага, банк, по-моему. МЛАКОНУТ? Нет, МЛАКОНУТ Банк тоже есть. Ага. И МЛАКОНУТ есть еще... Строительная компания. Организация государственная, владелец земель, которая распределяет гособъекты. Вот твой дом. Вот, друзья, наш дом, который мы построили. Сейчас идут внутренние работы. Ну, снаружи не оштукатурил. Ну, тут же пели. А что такое Сакенлер? Это подрядчик. А, подрядчик. Когда берешь разрешение, рухсад, берешь на подрядчика. Вот, в связи с мероприятием, мы очень хотим понять все-таки качество строительства. Как вы это проверяете? Сейчас, мы проекты фирмы. Мы проекты делаем. Мы все донатые и все бетоны контролируем. Темелем, все. От фундамента и до крыши мы контролируем каждый шаг. Сначала вязку арматуры и затем заливку бетона. Вы частная фирма или государственная компания? Мы частная компания, но мы работаем от государства. Все хотят видеть, насколько толстая арматура и, так сказать, насколько качественный бетон. Вот, как бы, где гарантии? Какая арматура должна быть? 12 мм или 14 мм? Там все написано. И мы уже согласно проекту контролируем. Мы в этом проекте делаем, что мы делаем бетон, чтобы бетон не дыкать. Лаборатория фирмы приходит, чтобы бетон не дыкать бетон, чтобы бетон не дыкать бетон. Бетон не дыкать бетон, чтобы бетон не дыкать бетон. Двенадцать образцов бетона берется с каждой заливки. Ну, заливка это 10 кубов, как правило. Один миксер, да? А образец это сколько? Эбат долларов 15 сантимов. Это отдельная организация, лаборатория приходит, забирает. У них специальные есть места под это. Сейчас люди в лабораторию и отбивают. Кандидат, который там не дыкать бетон не дыкать бетон не дыкать бетон не дыкать бетон не дыкать бетон. Через 7 дней они смотрят, насколько набрала она мощность, можно ли продолжать ждать. Если да, то они ждут 28 дней и через 28 дней уже окончательные результаты. Ну, я просто пытаюсь понять. Мы же русские, все время ищем обман. А как они там подмухлюют, положат не тот бетон, а потом выкинут? И я пытаюсь понять, эти кубики, они лежат потом долго. Так, и вот мы пришли в офис подрядчика и нам показывают накладные на бетон. Значит, где качество бетона, замер? Ну, C30 же. Значит, где-где? Вот здесь, видишь? Ага. C30, видишь? Нет, вот я вижу, смотри. C30 и C37. Так какой же все-таки этот бетон? C30? C30 это, когда бетон приходит, должен набрать прочность до 37 со временем. Так кто проверяет качество бетона? Качество бетона? Он проверяет, да? Он должен дать анахтар, ключ, да? Анахтар, не рэдэ? Бу, не? Бу, не рэкод. А, QR-код? Нет. Это проект проекта. Клэкод, нет. Бу, бетон анахтар, не рэдэ? Бу бетон анахтар, бун шэй покутаю. Я бы денетим. Система гоняю. Бу бетон, нерэдэ нахтар? А, бурдава. Вот тут дохуз бурда гуря-мусан. Сонуч. Это результаты лабораторных исследований. Так что прочность набралась 39. Бетона мешалка, когда приезжает, у нее есть оборудование, которое сканирует этот QR-код. Если нет разрешения, он не может выгрузить бетон. так и как здесь вид из окон но вот эти дворики новостройки выглядят хорошо ты знаешь вот я вот смотрю но вот эти все дома дома построены 15 да потому что я видел что вот такие же вот такого качества есть которым 25 лет и когда я сравниваю что 25 лет назад строили в москве подмосковье где в химках боже мой ты понимаешь да то есть я понимаю насколько вот это качество госуправления в турции лучше чем в россии это просто небо и земля 20 до 25 лет которые 20 смотри они вообще они качестве в 1000 когда 99 землетрясение было ничего не произошло с ними они даже не тресла 99 я так понимаю рушилась все-таки старье это вот от жила вот такие вот домики да вот такие ни один не пострадал да кстати это важно я почему-то не подумал что вот есть дома которые ты уверен да что безим кен строился еще до землетрясения знаю строителя который строит строил эти дома это именно выходец из наших краев он абаза сам по национальности халюк его зовут он практически весь бельгий застроил эти старые дома замер скажи то что ты строишь это можно назвать доступным ты жильем мы же цену так и не назвали мы строим эконом класса жилье квартиры начинаются от 80 тысяч и до 100 тысяч чем выше этаж тем вот там где я ходил по бахчикаду самая нижняя таскать квартирка с таким садиком это сколько денег 8 то есть прямо сейчас на 80 тысяч долларов и все и отдал мы на тебя оформляем причем мы к в отличие от некоторых застройщиков показываем всю сумму то есть человек может сделать внж спокойно это очень дешево да это 75 нужно показать да 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 это очень дешево но в эти деньги ты кухню куме ставишь людям или кухня и кухню ставишь туалет ванная душевая все у тебя готова женщина это эти свою мебель там кровать шкафы поставить печку воткнуть и все поражен я честно говоря ждал что скажешь что пися да 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 а честно а надо сильно поднялись ну может быть потому что это таскать все-таки 2 скоростная трасса все-таки далеко от моря может быть здесь плюс еще в чем что вот этот микрорайон и сын юрта он скоро должен отделиться и здесь создадут новый район бахчиши ир уходит в отдельный район и это уже будет не и сын юр здесь через дорогу вот буквально бахчиши ир начинается и минут пять на машине это шикарный парк гелет парк знаешь бахчиши ирске то есть локацию я молчу ничего не говорю про то что закрыто в внж понимаешь это страшно наверное этого не надо говорить в камеры уже открыто если ты купил на семьдесят пять тысяч долларов а да 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 внж туристическую но пэш логика какая вот квартира которые ты построил трехкомнатные это же для сдачи шикарно это же человек может жить там с двумя детьми а то есть тремя детьми знаешь эти небогат и тот кто купит за сотку он думает я куплю и буду сдавать а сдавать ты не можешь потому что район закрыт для внж местные есть местные что же снимать боюсь что они не снимают за те деньги за какие русские согласись с него я тебе так скажу что это эконом жилье и она как бы не стоит тех денег которые били бюджет и будешь шикарном комплексе понимаешь и поэтому такую квартиру в аренду ну за сколько пустой без мебели 250 300 долларов максимум до понятно и и и и и и и и и Субтитры создавал DimaTorzok